Дорогие коллеги, вопрос о создании методического объединения библиотек Российской Академии Наук мы обсуждали, начали обсуждать еще в прошлом году на заседании Российской Библиотечной Ассоциации. Если позволите, я представлю некоторые события, как все это происходило. То есть мы все хорошо знаем, что 27 сентября 2013 года был принят федеральный закон о Российской Академии Наук и реорганизации Государственных Академий Наук о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Мы узнали об указе президента о Федеральном агентстве научных организаций, о распоряжении правительства Российской Федерации и начался процесс реформирования наук. И одним из результатов реформы РАН стало изменение порядка управления библиотечными системами. Централизованное руководство библиотеками сети, которые осуществляли Центральные научные библиотеки РАН совместно с Информационно-библиотечным советом, в том числе и по централизованному формированию документно-информационной базы библиотек, было отманено. И произошел слом централизованной библиотечной системы. Информационно-библиотечный совет еще некоторое время продолжал функционировать. Он координировал деятельность библиотек, входивших в библиотечные системы Российской Академии Наук. В 2016 году он был расформирован. Мы знаем о том, что в Российской Академии Наук действовало, функционировало шесть централизованных библиотечных систем, о которых мы немножечко позже поговорим. И вот эта реформа РАН, что произошло у нас. В 2018 году учреждения, входившие в структуру Российской Академии Наук, а потом ФАНО, на основании распоряжения правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 года, вошли в систему учреждений Министерства Науки и Высшего Образования. Соответственно, вошли в Министерство Науки и Высшего Образования, на виду с научно-исследовательскими учреждениями, в которых действуют библиотеки, и в Центральные Научные Библиотеки РАН. И, как я уже сказала, мы знаем о том, что функционировало у нас шесть централизованных библиотечных систем Российской Академии Наук, в рамках которых мы работали долгое время. В настоящее время уже нет самостоятельной сети библиотек Российской Академии Наук. Если мы возьмем ГОСТ последний, там понятия Академическая Библиотека отсутствуют. То есть мы говорим о том, что этап научно-организационной программы создания и функционирования единой информационной системы РАН в ее сетевом библиотечном сегменте, формирование и использование единой документной информационной базы Академических Библиотек России закончилось. Трансформации нам принесли, что отсутствует единый управляющий орган академическими библиотеками, информационно-библиотечный совет РАН, нет единой политики формирования и развития фондов, отменена система централизованного комплектования, изменилась структура фонда, ослабли связи библиотек и система академических библиотек децентрализована полностью или частично. Это уже сейчас мы об этом поговорим. Более того, нет и системы в полном смысле этого слова, поскольку система подразумевает общие задачи, единые правила, их решение, координацию деятельности и расходование ресурсов. То есть система это действительно система. Сейчас вот это, чтобы назвать все это системой, нельзя. Но библиотеки, вот как я уже обозначила некоторые этапы, несмотря на то, что в 2014 году все это началось, вся эта реформа, и уже 22-й год библиотеки Российской Академии Наук продолжают функционировать в рамках ранее сложившихся библиотечных систем. И если мы зайдем на сайт Российской Академии Наук, вот перед вами эта страничечка, там ничего не изменилось. Мы видим о том, что здесь указано, что вот шесть централизованных библиотечных систем, две региональных, четыре отраслевых, в них действуют библиотеки, прописаны там наши функции. И количество библиотек указано, наверное, на период 2016 года, то есть до того момента, пока информационно-библиотечный совет работал. После того, как мы поговорили об этой проблеме, которая существует с библиотеками Российской Академии Наук, центральными научными библиотеками РАН на заседании секции РВА в прошлом году, мы решили провести мониторинг библиотек Российской Академии Наук, уточнить, сколько же всего у нас зафиксировано библиотек Российской Академии Наук. Мы работали очень активно с библиотекой Академии Наук, с библиотекой по естественным наукам, с ЦНБ Уральского отделения РАН, с ИНИОН, с ЦНБ ДВО РАН, уточняли сведения. И что мы выявили? Что централизованная библиотечная система, как она называлась, Санкт-Петербургского региона, которую возглавляла библиотека Академии Наук, сейчас это БАН и 22 отдела библиотеки Академии Наук, именно отдела. В библиотеке по естественным наукам это БАН и 44 отдела БАН, которые функционируют в Москве и в Ущино. В ЦНБ Уральского отделения РАН, это региональное отделение, здесь система другая, здесь ЦНБ Уральского отделения РАН и 22 библиотеки, то есть самостоятельные библиотеки, которые функционируют в научно-исследовательских учреждениях. В Екатеринбурге, в Оренбурге, в Пермисте, в Товкаре, в Миасе, в Челябинской области, Тобольске и Тюменской области. То есть, если в БАН и БЕН это были отделы, или как мы их назвали, структурные подразделения, то в Уральском отделении РАН, это ЦНБ, 22 библиотеки научно-исследовательских учреждений. И НИОН тоже, и НИОН плюс 22 отдела. То есть такая же система, как в БАН и БЕН. В ЦНБ ДВО Российской академии наук Дальний Восток у них ситуация еще больше, более отличающаяся от всех перечисленных ЦБС. То есть на сегодня там действует ЦНБ ДВО РАН, которая имеет 6 своих отделов в научно-исследовательских учреждениях и еще 11 библиотек. То есть у них такая смешанная система. И самая сложная система, с нашей точки зрения, в Сибирском отделении РАН. В Сибирском отделении РАН, вот как я здесь указала, она самая большая система. Все-таки мы называем это система, где действует, как здесь обозначено на слайде, 88 библиотек НИУ. То есть ГПНТБ Сибирского отделения, 88 библиотек, которые находятся в научно-исследовательских учреждениях Новосибирске, Улан-Удэ, Омске, Томске, Кемерово, Красноярске, Тюмени, Бийске, Барнауле и Кызы. И вот мы сделали такую табличечку. Здесь хорошо видно, что вот Сибирское отделение, значит, центральная библиотека ГПНТБ. Далее 63 библиотеки НИУ в тех городах, о которых я говорила. Раньше мы говорили, что это научно-исследовательские учреждения, находящиеся в девяти научных центрах. Сейчас понятие научных центров изменилось. Сейчас нет как таковых в Сибири, нет как таковых научных центров. Процесс реорганизации привел к тому, что появились федеральные исследовательские центры. Это ФИЦ Красноярский научный центр, ФИЦ Омский научный центр, ФИЦ Якутский научный центр. Ряд учреждений просто относятся к Сибирскому отделению Российской академии наук. То есть эти трансформации продолжаются. И на сегодняшний день это ГПНТБ СУРАН, 63 библиотеки научно-исследовательских учреждений, 9 подразделений библиотечно-информационного обслуживания центральных научных библиотек. Это вот как раз Красноярск и Якутск. И всего таких единиц 73. И вот эти библиотеки мы называли классическими библиотеками. Вот так мы назвали классическими библиотеками Сибирского отделения Российской академии наук. Что произошло? Мы прекрасно знаем, что начиная с 16-го года, наверное, к нам, к РАН, начали присоединяться учреждения сельскохозяйственного профиля и медицинского профиля. Учреждения сельскохозяйственного профиля имеют, естественно, библиотеки. Таким образом, в систему библиотек, которые находятся под научно-методическим руководством СОРАН, добавилось еще 10 библиотек сельскохозяйственного профиля. Они находятся в тех же самых городах, которые я назвала. 15 медицинских учреждений добавилось в сеть СОРАН, скажем так. Они находятся под научно-методическим руководством СОРАН. И еще добавилось 15 библиотек. Ну и таким образом, в 63 плюс 10 плюс 15 получилось 88 библиотек у нас находится теперь в Сибирском отделении Российской академии наук. Мы работаем с ними, как и работали, с классическими учреждениями давно. Мы говорили так, что они состоят у нас на методическом руководстве. У нас УГПНТБ СОРАН. С сельскохозяйственными библиотеками в настоящий момент работает у нас Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека, которая стала филиалом ГПНТБ СОРАН с 2017 года. Они и ранее выполняли функции координатора сельскохозяйственных библиотек Сибирского региона. Сейчас продолжают это, являясь филиалом ГПНТБ. С медицинскими библиотеками мы работаем пока слабо. Это честно и откровенно нужно говорить. Они идут с нами на контакт, но не на хороший контакт. То есть пока они, наверное, не поняли, чем мы можем быть им полезны, хотя медицинская информация, она нужна, важна. Мы, они стали посещать наши методические семинары. Они нас читают, слушают, но пока участия активного не принимают. Библиотечная система ДВО РАН тоже вот на картинке я ее указала. И я уже сказала, что это центральная научная библиотека ДВО РАН. Шесть отделов этой библиотеки в институтах находятся. И еще отдельно 11 библиотек. И таким образом, когда мы все это сложили, посчитали, мы выявили, что в шести библиотечных системах в настоящий момент находится 230 библиотек подразделений. То есть шесть библиотечных систем, шесть центральных научных библиотек работают с библиотеками своих территорий, с библиотеками зоны своего обслуживания, сопровождают научные исследования, способствуют информационно-методическому обеспечению. Но в системе Российской Академии наук есть же еще научные центры, которые в данной ситуации выпали из нашего поля зрения. Они обозначены. Это Дагестанский федеральный исследовательский центр. Там действуют две научные библиотеки с двумя филиалами. Фиц-Карельский научный центр с центральной научной библиотекой. Казанский, Самарский, Уфимский, Южный научный центр, Владикавказский, Саратовский, Троицкий, Кабардино-Балкарский и Кольский. То есть вот эти центры и библиотеки, которые там функционировали, ранее с ними работала библиотека по естественным наукам на основе договоров. И как бы можно было, наверное, сказать, что вот эти библиотеки этих центров входили в систему, которую возглавляла библиотека по естественным наукам, ран. Когда изменилась система управления, так случилось, что они остались за бортом, можно так сказать. Но во всяком случае мы о них сейчас ничего не знаем. Поэтому с нашей точки зрения нужно провести мониторинг вот этих библиотек, которые не входят в те шесть библиотечных систем, о которых мы говорим, для того, чтобы уточнить сведения о ведущих научных библиотеках в этих центрах и определить направление дальнейшего сотрудничества с ними. Центральные библиотеки названных центров с нашей точки зрения должны быть включены в объединение библиотек ран, о котором мы будем говорить. И вот тот мониторинг, о котором я говорила, вот здесь я указала тех коллег, которые принимали активное участие по уточнению сведений. И мы с Полиной Прокопьевной благодарим Екатерину Андреевну Поленкову из БНРАН, Людмилу Васильевну Ерченкову из ИНИО, Беру Александровну Клишеву из Библиотеки Академии наук, Наталью Александровну Фарменову, ЦНБ УРАРАН, Марину Александровну Полоник, ЦНБ ДВУАРАН, которую мы очень ждали на это мероприятие, но думаю, может быть, она еще подключится. И коллег из ГПНТБ, это Алла Леонидовна Полякова, Татьяна Владиславовна Дергилева и Татьяна Николаевна Мельникова, которая работала с библиотеками сельскохозяйственного профиля. Все они принимали участие в уточнении сведений о библиотеках РАН. И вот имея вот такую картину, имея информацию об этих библиотеках, зная о том, что библиотечные системы есть, библиотеки работают, мы с ними занимаемся, Мы посчитали целесообразным еще в том году поднять вопрос перед библиотечной общественностью о создании, о необходимости формирования методического объединения библиотек Российской Академии Наук, с включением в него шести центральных библиотек РАН, курирующих деятельность библиотек систем, что закреплено в уставах библиотек БАН, БНГ, ПНТБ, СОРАН, ИНИОН, это не библиотека, но тем не менее, ЦНБ, ДВУРАН. То есть, ну здесь Полина Прокопьевна ситуацию раскроет более хорошо, мы проанализировали все уставы всех этих библиотек и увидели, что везде прописано методическое обеспечение или сопровождение или даже руководство деятельностью библиотек определенных территорий. То есть, и заметим, что эти уставы были утверждены уже в 2018 году Министерством Науки и Высшего Образования. То есть, все прописано. Поэтому с целью сохранения единого информационного обеспечения научных исследований, с целью сохранения единого создания, формирования, здесь можно разные употреблять слова, необходимо нам все-таки методически объединиться для выполнения определенных функций для дела, для хорошего дела с нашей точки зрения. Направление деятельности и функции этого объединения надо разрабатывать с учетом имеющегося многолетнего опыта работы ЦНБ и информационно-библиотечного совета. Информационно-библиотечный совет когда был, была у нас определенность, был определенный порядок, мы знали и статистические сведения у нас есть, и мы их продолжаем собирать, и мы знали все друг о друге. Сейчас, к сожалению, только на личных контактах мы получаем информацию о деятельности академических библиотек и на мероприятиях. Хорошо, что есть еще конференции хотя бы в дистанционном формате, но тем не менее мы собираемся, обсуждаем вопросы. И вот надо, говоря о методическом обеспечении, о методическом объединении, надо заметить, что вот идея формирования вот этого методического объединения соотносится с задачами стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, которая была принята, и сейчас уже разработан план по реализации этой стратегии, там определенные мероприятия прописаны, здесь, наверное, вы все читали и видели, то есть вот то, что мы задумали еще в том году, не идет в разрез вот с такими документами государственного значения. И вот в этой стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации отдельным пунктом прописано научное и методическое обеспечение деятельности библиотек, раздел 6, я прямо указала, страница 21-23. То есть вот первый шаг, наверное, мы должны прийти к мысли о том, что надо бы создать, возродить методическое объединение библиотек, центральных научных библиотек, разработать, определить план, может быть, создать какое-то бюро, поработать в этом направлении и сначала поговорить вот о том, что есть. На основе того, что есть в деятельности 6 ЦНБ определить направление нашей работы. Это будет, наверное, реконструкция, как мы вчера говорили с Полиной Прокопиной. То есть на основе того, что есть, то, что разработано, принято и уже опробировано нами, мы должны реконструировать эту систему на новой технологической, информационной основе и так дальше. А второй шаг – это объединение усилий центральных библиотек РАН с крупнейшими библиотеками отраслевыми и многоотраслевыми. И вот здесь мы обозначили ЦНСКБ. Понятно, что если теперь РАН курирует и учреждение сельскохозяйственного профиля, то ЦНСКБ здесь должна быть. Если РАН курирует учреждение медицинского профиля, в этом объединении должна быть Государственная Центральная Научная Медицинская Библиотека Московского Государственного Медицинского Университета имени Сечного. ГПНТБ России тоже было бы хорошо здесь видеть. Все эти учреждения, они все входят в Миноборнауки, Министерство науки и высшего образования. Туда же входим все мы. И сюда же входит большая часть библиотек вузов. С ними тоже целесообразно как-то не объединяться, а строить определенные отношения. И как мы здесь указали, взаимодействие методического объединения академических библиотек, осуществляющих информационное обеспечение научных исследований РАН и обслуживающих ученых-специалистов с методическим объединением вузовских библиотек, осуществляющих информационное обеспечение вузовской науки, а также связь с Министерством науки и высшего образования, по нашему мнению, должно способствовать развитию единого библиотечного информационного пространства в стране. То есть вот такое вступление к нашей беседе мы хотели предложить. Мы, Полина Прокопьевна Трескова, я и третий соавтор у нас Николай Евгеньевич Каленов, мы обобщили эти материалы и опубликовали в журнале «Информационные ресурсы России» в пятом номере. Наша статья эта опубликована, здесь эти точки зрения изложены. Поэтому, уважаемые коллеги, очень хотелось бы предложить внимание, вот такую историю этого вопроса, поговорить на эту тему, правильно мы мыслим или неправильно мы мыслим, что мы от этого получим и чего мы не получим, и как-то определить свои действия в дальнейшем.